Лучшие сорта груши. ТОП-7 лучших сортов груш. На повестке дня, ТОП-7 лучших груш для средней полосы России. Если не нашли свой любимый сорт груши, милости просим в комментарии, заявите о ней. Сорта лучше выбирать проверенные для своего региона, так называемые районированные, это сорта проверенные климатическими условиями, но помимо зимостойкости и морозостойкости, мы хотим, чтобы груши были низкорослыми, скороплодными, сладкими и вкусными. Вполне понятное желание, но вот только карликовых груш нет. Но выбрать сорта, которые невысокие, по своей природе можно. Саженцы лучше покупать одно или двухлетние, но желательно не старше, на практике взрослые саженцы очень сильно болеют. В последнее время пользуются популярностью поздние сорта. Но поздним сортам очень трудно подготовиться к зиме, и дерево нужно подкормить во второй половине лета. Рассмотрим 7 самых популярных сортов. Ника зимний сорт, дерево среднерослое, плоды 140-200 грамм, конические с румянцем, мякоть нежная и сочная. Сорт обладает комплексной устойчивостью к болезням. Плоды хранятся 3 месяца. Чудесница зимний сорт, дерево среднерослое, плоды 130-200 грамм, конические с румянцем, мякоть полумясистая хорошего вкуса, у сорта высокая устойчивость к болезням, плоды хранятся 4-5 месяцев. Велеса осенний сорт, дерево среднерослое, плоды до 200 грамм, плоды сладкие, мясистые, сочные, с приятным ароматом. Дерево устойчиво к различным заболеваниям и вредителям. Прекрасно хранится до зимы. Памяти Яковлева осенний сорт, невысокое дерево, быстрорастущее, самоплодное. Плоды с кремовой мякотью, которая сочная и сладкая. Без терпкости. Плоды хранятся несколько недель. Средняя урожайность дерева 25 килограмм, устойчиво к парше. Белорусская поздний осенний сорт, частично самоплодная, 100-120 грамм. Мякоть среднеплотная, белого цвета, по консистенции, мелкозернистая, маслянистая, сочная, среднеароматная, полутающая, нежная, с приятным кисловато-сладким вкусом. Средняя устойчивость к парше. Чижевская летний сорт, среднерослая, плоды 150-180 грамм, плоды с тонким ароматом, вкус кисло-сладкий и неприторный. Невосприимчиво к парше, плохо переносит засуху. Лада летний сорт, самоплодный, плоды 100 грамм, высокая урожайность около 50 килограмм со взрослого дерева, мякоть желтоватая, мелкозернистая, кисло-сладкая, со слабым ароматом, в обычных условиях груши лежат плохо. Груши лучше всего сажать в 3 метрах друг от друга и других плодовых деревьев, от забора желательно отступить от 1,5 до 3 метров. Диаметр посадочной ямы 50 на 50 сантиметров, яму желательно хорошо прорыхлить. Замачиваем корневую систему на 2-3 часа с добавлением корнеобразователей, можно слегка понадсекать корешки секатором, но без фанатизма. На дно ямы насыпаем хороший плодородный грунт, а если есть возможность биогумус, если почва тяжелая, добавьте песок. После этого вбейте в яму кол для подвязки саженца. Опускаем в яму саженец, корешки расправлять не нужно, так саженец лучше приживется. По мере подсыпки грунта, постоянно трамбуйте, под корнями не должно оставаться пустот. Поливайте дерево теплой водой нагретой на солнце. После чего подвяжите дерево к колышку. Учтите, что после полива земля осядет, поэтому корневая шейка может опуститься, а это недопустимо. Поэтому сажайте дерево выше, а после полива подсыпьте земли. Не перебарщивайте с поливами. Дерево от этого быстрее не вырастет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будет интересно.